С инициативой повышения тарифов на электроэнергию сразу на 36% выступили без малого четыре десятка энергокомпаний страны. Частным собственникам отечественных ТЭЦ и ГЭС отчасти удалось убедить власти в острой необходимости такого шага, причины которого традиционные. 50% износ оборудования, необходимость срочной модернизации и удорожание топлива. В итоге профильное ведомство дало добро на 15% повышение тарифов. В то же время в прошлом году казахстанский ТЭЦ принесли своим владельцам немалую прибыль. Даже коронакризис на производстве энергоресурсов не отразился. Напротив, выпуск электроэнергии в среднем по стране увеличился почти на 2%, а производительность энергокомпаний в денежном эквиваленте превысила 780 миллиардов тенге. На сегодня реализуются проекты, которые позволят с 2022 по 2026 годы ввести 1325 мегаватт с общим объемом инвестиций более 400 миллиардов тенге. Однако поддерживать энергетический баланс приходится за счет повышения тарифов для рядовых потребителей. Каждый раз, когда энергетики просят разрешить поднять стоимость киловатта, они обещают модернизировать теплоцентрали. Но проходит время, оборудование устаревает еще сильнее и получается, что свои обещания владельцы предприятий не исполняют. Вот, например, в Павлодаре жалуются на 90-процентный износ сразу двух городских ТЭЦ. Золоотвалы наполнились до предела. И это при том, что на строительство новых уже потратили больше 9 миллиардов тенге заемных средств. Здесь говорят, что работать по прежним тарифам дальше невозможно. В итоге модернизация энергокомпании обойдется местным жителям новым потребительским тарифом. Он увеличится с 8 до 10 тенге за киловатт в час. Впрочем, стоимость электроэнергии в стране стабильно растет не только в Павлодаре. Если в 2019-м тариф поднялся на 0,7%, то через год уже на 6,6%, а к марту нынешнего года еще на 7%. Удорожание себестоимости производства электроэнергии на ТЭЦ Усть-Каменогорска связывают с двумя обстоятельствами. Во-первых, на 15% подорожал уголь и его доставка. А во-вторых, построенная в 1952 году ТЭЦ Усть-Каменогорска нуждается в реконструкции. Эта ситуация напрягает нас в том плане, что необходимо увеличивать затраты на ремонты. Все предприятия сегодня, производители товаров, материалов, оборудования увеличивают цены. Естественно, у нас затраты увеличиваются. Энергопроизводители Караганды в отпускной тариф 7,92 тенге за киловатт в час также не укладываются и тоже считают, что в прежних ставках не учтены расходы на модернизацию. Это просто пока не хватает денег. Тариф на тепловую электрическую энергию убыточен, потому что это социальный тариф. На чем мы можем заработать, это только электрическая энергия. Тариф наш в течение последних шести лет, ныне существующий тариф, из него были вычленены наши инвестиционные составляющие, что привело к тому, к той ситуации, что и сейчас происходит. То есть у нас отсутствуют средства для вложения их производства. На западе страны все газифицировано, есть собственное топливо. Другая проблема. Если год назад доставка до ТЭЦ тысячи кубометров газа обходилась в 2000 тенге, то теперь в 4500. Основной момент это топливная составляющая. Топливная составляющая, в том числе и транспортировка его. С 1 января Интергаз Центральная Азия увеличила для нас тарифы на транспортировку газа почти в два раза. Средний износ казахстанских ТЭЦ и ГЭС достиг 53%. Отчасти поэтому в 2020 году на тепловых и электрических станциях страны допустили свыше 4000 технологических нарушений. С учетом возросших затрат энергетикам, а по сути частным компаниям, за счет потребителей дают шанс исправить положение дел в отрасли. В то же время отечественная энергетика рискует лишиться главного – кадров. Энергокомпании все больше нуждаются в квалифицированных специалистах. Кандидат технических наук Тамара Сегеда объясняет, зарплаты у энергетиков ТЭЦ ниже, чем у персонала металлургических производств. Поэтому по долгу на теплоэлектроцентралях перспективные работники не задерживаются. Приходя на ТЭЦ, например, в энергокомпанию, специалисты выращивают компанию, учат всему необходимому в профессиональном плане. А затем специалист уже ищет более хорошие условия по заработной плате. Впрочем, и в профильном ведомстве тенденцию назревающего кадрового дефицита в казахстанской энергетике не отрицают. Так, если в 2016 году на основных электростанциях Казахстана работало более 26 тысяч человек на производственного персонала, то по итогам 2020 года численность не превышает 23 тысячи человек. Несмотря на то, что увеличение объема выработки на 15%. Тем временем новые, уже утвержденные предельные тарифы на производство электроэнергии будут действовать 7 лет. В идеале за это время за счет 15% повышения стоимости электрической энергии должны скорректировать инвест-программы, сохранить персонал и вывести из аварийного состояния изношенные энергопредприятия. Впрочем, такие обещания владельцы компаний дают каждый раз. Но на деле ситуация, как правило, не улучшается. Вячеслав Фитлугин, Алья Букенова и Дмитрий Пыхтин, ЖТКУН.